Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Не понял. Говорю, что слышали о направлении фондового воронка, акции, облигации, знакомы ли у вас? Нет. Да, хорошо. Я сейчас звоню с возможностью получения дохода, а ценные бумаги компаний, как Apple, Google, Amazon. Слышали, верно? Ну да. Много компаний в мире. Да, абсолютно. И у очень многих компаний есть ценные бумаги, что является частью бизнеса. То есть акция – это доля собственности на компанию. Соответственно, приобретая ее, вы становитесь владельцем. Пускай не большую часть, но все же. И таким образом фиксируете доход. То есть, по сути, чем больше компания зарабатывает, тем дороже становится ее ценные бумаги. Соответственно, тем больше вы зарабатываете. Все достаточно просто. Вы для тебя, в принципе, ранние источники пассивного дополнительного дохода вики рассматривали? Я? Ну как? Я ставки делаю на спорте. Ставки на спорте – это вряд ли можно назвать пассивным доходом? А как у вас вообще получается? Ну да, нормально. А каким? Футбол или хоккей? И футбол, и хоккей. Но сейчас хоккея нету. Сейчас футбол. Михаил позже будет. Услышал вас, слышите, неплохо. Я, кстати, никогда не интересовался этим вопросом. А вы просто ставите на команду, либо же конкретные счеты и так далее? Я ставлю на таймы. Ну, больше скольки забьют в тайме. Ну, в тайме, скажем, ну вот в первом тайме, вот, например, если это футбол, там два тайма. В первом тайме забьют там один гол или два. Ну, в НХЛ там вообще очень хорошо, там, можно сразу ставить, что в тайме два гола забьют. Как правило, они забивают. Ну, есть, конечно, которые не забивают. В НХЛ точно так же есть все сильные команды. Вот, например, на Питтсбург Пингвинс была ставка 6 с чем-то. А на другую команду была там, то есть, один с копейками. То есть, ну, я не знаю почему-то, или ошибка будет мейкерская, или что-то. Естественно, я поставил на Питтсбург и нормально поднял денежек сразу. То есть, там реально... Ну, это КПЦС, понимаете? Ну, да, да, да. Ну, то есть, ставишь 100 евро, да, то есть, на 6 умножаем, это 600. Все. Вот, пожалуйста. Ну, я знаю, я знаю, как это работает. Неплохо, да, неплохо. Смотрите, здесь, скажем так, все более серьезно, но результат по доходу вы можете получать более интенсивно. То есть, здесь вам не нужно ждать матча и так далее. По сути, событий в рынке происходит большое множество. Вот, допустим, скажем так, о том, что случилось с Северным потоком. Слышали? Ну, да. Прекрасно. В этом случае... Диверсия была с Соединенных Штатов. Да, соответственно, непосредственно подскочила цена на газ на 120 пунктов. То есть, это в течение 15 минут, даже если мы не берем брокерское плечо, это 120%. А мы плечо можем взять под это событие еще X10. То есть, вы получите не 120%, а 1200. Это то же самое, что ваш Копейцент 12. Да. Понимаете? Соответственно, здесь, скажем так, интенсивность событий, она выше, поэтому, как минимум, хочу ознакомить вас с данным направлением. У вас доступ к интернету есть? Когда я разговариваю, наверное, не будет. Во время разговора... А у вас только мобильный, да? Ну, да. Так, ну хорошо. А скайп есть у вас? Неа. Ну, смотрите, мы эту проблему можем решить каким указом. Просто установить скайп... Я его набираю скайп... Я его набираю скайп... А, так все равно для скайпа интернет нужен. Ну да, так там смысл, что вы его можете установить. Я вас набираю в сам скайп, и у вас интернет остается. Сейчас я проверю, есть или нету интернет. Ну да, попробуйте сначально проверить интернет. Ну а телеграмом там, допустим, пользуетесь или нет? Сейчас, сейчас я проверю. Хоп, и отклон. Не, есть интернет. Вот, прекрасно. Телеграмом пользуетесь, чтобы он мог информацию отправлять? Да, да. Замечательно, одну минуту, тогда подождите. Ну а помимо основок на спор, вообще чем занимаетесь? Работаю я. В каком направлении трудитесь? Охранная деятельность. О, ничего себе. Вот твоя компания или наемный работник? Нет, наемный. До свидания. До свидания. Хорошо, давайте, я так понял, что у вас на латвийском номере у вас нет ватсапа, правильно? Есть, почему нету? А на каком он может быть? Только на латвийском у меня другого номера нету. Он слышал. Я отображаю, что у вас нет ватсапа. Слава, сто процентов есть. Так, Игорь, хорошо, давайте, знаете, как поступим сами? Откройте сейчас просто контакты, добавите мой номер личный, не рабочий, а личный. И сами мне отпишите в Телеграм. Хорошо? Да. Так, Телеграм открывать, значит? Открываете номер. Сорок четыре? Сейчас. Так. Так, 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 так. Плюс сорок четыре. Сорок четыре. Семьдесят четыре, пятнадцать. Как? Да. Девятнадцать семьдесят три. Шестьдесят. Девятнадцать семьдесят. О, блин. Девятнадцать. Семьдесят три, шестьдесят три. Да. Что, запишите, Дмитрий Лебедев, вы отправьте мне сообщение в Телеграм, я вам сейчас спрошу информацию, которую мы рассмотрим сами. А как вообще пришли к тому, чтобы на спорт ставить? Просто интересовались или вы этому учились? Да, не, интересовался просто. А что ты же что говоришь? Просто интересовался. И давно занимаетесь? Ну, так, пару лет. То есть, это у вас, скажем, дополнительный доход где-то? Ну, доход и развлечения. Понятно. Я в Телеграме у вас не могу найти. Да что ж такое, я у вас не могу найти, и вы меня. Знаю. Знаете-ка, давайте как поступим. У вас андроид, айфон? Какое устройство? Андроид. Игорь? Да. Андроид, андроид. Считаю. Андроид. Хорошо. Откройте тогда Play Market. Откройте Play Market и пропишите в поисковой строке Anides. О, не, это сторонний доступ, я не, я такую программу ставить не буду, точно. Но вы можете поставить программу Skype, она нам просто нужна, знаете, для чего? Чтобы вы могли мне продемонстрировать сам ваш экран телефона, и я вам помог разобраться в первую очередь с тем, почему мы не можем друг друга найти в Телеграме, а во-вторых, в самом направлении. То есть, для этого подойдет любая программа, программа D-Biver, Anides, Skype. Слабо. Не имею в виду. До свидания. Просто, чтобы сама функция была демонстрацией, понимаете? А зачем вам мой экран, я не понимаю. Чтобы я вам помог разобраться в самом направлении. Можем и без нее, просто нам будет с ней удобнее. Да давайте как-нибудь без нее. Если не хотите. Ну, хорошо, давайте тогда так. Я вам диктую, а вы пишите, я вам продиктую саму электронную почву, да, которую вы прописываете в Телеграме. По ней вы меня точно найдете. Прописывайте, собачка. Сейчас, подождите. На английском языке, да. Да. До свидания. До свидания. Собачка с большой буквы. На английском языке. Да. Да. Потом слит напишем, сейф, с-а-ф-е, сапа. Да. Инвест. Тоже слит на все вместе. Инвест. Инвест? Да. Ничего мне... Как инвестиции, инвест. Не находит он? А вы точно в Телеграме? Ну, конечно, а где? Лебедев. Да. Сав, Е, И. Ну, Савы. Да, да, да. Сав, П, П, Федор и В. А, П, понятно. Я В. Сав, П, да. А, вот, все, теперь нашел. Отправьте мне смайлик, не знаю, что-нибудь. Отправил плюсик. Я его почему-то не вижу. У вас на картинке с Ян Кранцем с шарфиком? Да, конечно. Ну, синий свитер, красный шарфик. Борода, усы, светлые волосы. Все правильно. А почему мне не приходит? Что у меня... Так, так, так. Так, так, так. А у вас горит сейчас на том сообщении, которое вы мне отправили, одна синенькая галочка, да? Ну, да. Так, а ну, давайте мы сейчас с вами рассоединимся. Вы попробуете мне еще что-то отправить? Да, с вами. С вами. Можно, просто отправка не идет из-за того, что мы на линии с вами договорились? Да, хорошо. Давайте. Мошенники позвонили. Изначально не понял, что мошенники. Не сразу начал писать. Но он там только представился, искал компанию и все. Сейчас ждем продолжения. Ну, звонит. Я Клаус. Да, Игорь. Да? Какой раз? Да. Так, ничего не поступило мне. Продиктуете мне вашу... Ну, я вот вам в WhatsApp еще отправил. Игорь, так у меня WhatsApp нет. Как это нет? Есть WhatsApp, вот я вижу. Телеграм. У меня WhatsApp, он не корпоративный. Я с вами не могу переписывать. Как это? Ну, так вот же есть WhatsApp. Я вот отправил, я же вижу, что есть у вас WhatsApp. Игорь. Ну, я не могу с вами по рабочим вопросам переписывать на WhatsApp. Не понял. Чар компании, Телеграм, он просматривается. Ну, а WhatsApp? Вот. А WhatsApp это незащищенный ресурс, который по регламенту компании, агентами я не могу использовать. Что значит незащищенный от кого? Есть Телеграм или нет, Игорь? Ну, подождите минуту. Что за хрень такая? Пропишите в плей-маркете Телеграм и проверьте, если он у вас. Если нет, остановите. Ватсап же есть, я же вижу. Ну. Игорь. Ну. Те-ле-грам. Что Телеграм? Мы с вами можем использовать для общения только Телеграм. Почему? У вас Телеграм есть? Вы мне сказали, что он есть. Вы меня ищите в Телеграме. Вы прячетесь от кого-то? Что вы имеете в виду? В прямом. Почему Телеграм? Почему Телеграм? При общении с клиентом, мы можем использовать только Телеграм. Потому что это защищенные в местах. От кого защищенные? До свидания. Отовсем. Значит, вы прячетесь. Чего-то боитесь. Всего доброго. Счастливо. Что вы имеете в виду прячут? В прямом этом смысле. Ну, если вы говорите, что вы не хотите. Ну, что Игорь. У вас Телеграм есть? Есть. Так, отпишите мне в Телеграм. Так я же писал. Тем более я вам прописал собачку и так далее. Что вы мне написали? Вы мне ничего не писали. Ну, в Ватсапе тоже написал. Вот Телеграма. А почему в Ватсапе? Ну, что такое? А? Что что такое? Ну, что с Ватсапом? Я не понимаю. Что у вас с Ватсапом? Я же вам сказал, что Ватсап приличный. Мы можем использовать для общения с клиентами Телеграм. Вы меня слушаете вообще? Ну, я не понимаю, почему только Телеграм. Ну. Ну, я уже и это объяснил, Игорь. Ну, нет. Давайте сейчас не будем, скажем, на этом зацикливаться. Отпишите мне в гости. А где у вас фирма зарегистрирована? Я могу писать в том. Где у вас фирма зарегистрирована? В Лондоне. В Лондоне? То есть вы не европейская компания. Да. Значит... А Лондон это какая страна? О-о-о-о, паренек. Вы даже не знаете. Да? Игорь. Вы даже не знаете, что Великобритания не является страной ЕС? Великобритания является центром Европы. И мы работаем... Да вы что? А может быть, все-таки Брюссель? А? А чей Крым тогда такой вопрос еще? Хорошо. Чей Крым такой вопрос? Чей Крым? Крым чей? А? В прямом смысле. Чей Крым? Игорь. А? Вы со мной решили обсуждать вопросы политики? Нет. Я решил узнать, откуда вы мне звоните. Ну, так чей Крым? Я вам звоню сейчас из Лондона. Вы слушаете? Понятно. Чей Крым, я говорю? Явно не ваш. Это почему? Я же вам сказал, явно не ваш, Игорь. Ну, понятно. Короче, слушай. Потому что вы не являетесь владельцем Крыма, Игорь. Это, дракон семимесячный. Ты можешь черепашку причесывать своим хохлам. Вот. Мне ты черепашку не причесешь. Ну, ты потому что кобыла бубновая. Не близ... Ты кобыла бубновая. Не надо тут блестеть чешуей. Раз ты тупая такая, и вообще не можешь связать два слова, то мне тебя очень жалко. Ну, ты тупая. Ну, совсем тупая. Учись говорить по-русски, дура. Я же тягу. Учись говорить по-русски, дура. Все. Иди нахуй. Короче, иди нахуй. Просто иди нахуй. Как лапшись? Алло, здравствуйте, Игорь. Да. Да, меня зовут Денис. Да, как ваш день? Чего? Посмотрите, то есть вы недавно у нас проходили регистрацию насчет заработка на финансовом рынке, да? Мы правительство, да. Это товарищеская система торговли. Я вам звоню, чтобы объяснить, а как это работает, и уже помочь вам с активацией вашего торгового счета. Игорь, скажите, у вас есть опыт в этой сфере? Уже торговали на финансовом рынке? Нет. То есть нет, вы тогда хотите его приобрести, да? Да. Отлично. Смотрите, то есть вы вообще рассматриваете доход нашей компании как основной или дополнительный? Дополнительный. Дополнительный, да? То есть вы где-то сейчас работаете, да? В какой сфере специалист? Ну, скажем так, торговля. Торговля, да? Угу. Хорошо. А чем вы вообще торгуете? С СИП-панелями. Чем? С СИП-панели. СИП-панели, то есть как строматериалы, да? Ну, да. То есть нравится, да, вам это направление? Да, нормально все. Угу. Хорошо. У меня просто тоже был отец строитель, да, и поэтому знаю немного про это. То есть вам достаточно, да, в принципе, до ЖИНДИКа? Сколько вы вообще получаете, да? Ну, так когда, в зависимости от продаж? Ну, то есть среди тысячи, тысячи пятьсот, да? Больше. А, даже больше, да. Хорошо. То есть вы давно, да, в этой серии работаете, да? Ну, да, уже нормально. Отлично. Посмотрите, то есть у вас вообще прекрасные русские, да? Вы вообще родом с Латвией, да, или с другой страны? С Латвией. На 40% русскоговорящего населения. Угу, да, я знаю. А вы вообще бывали в других странах? Я? Да. Блин, вам все перечислили, где я бывал. Нет вообще просто родителей, я попрошу. Вообще, да. Хорошо, отлично. И где вам больше всего понравилось, например, по средней стации? По уровню жизни, или по архитектуре, или по климату. Ну, то есть тут надо смотреть по разным аспектам. Ну, в среднем, скажем так. Ну, уровень жизни, наверное, самый хороший, это Финляндия будет. Да. По климату, наверное, больше всего мне понравилось. Это все-таки Германия. Германия, да. Были там по отдыху, да? А? По отдыху, да, там были? Или по работе, может? И по работе, и по отдыху я, как бы. Хорошо, Игорь, смотрите, то есть, в общем, в какой отеле у нас проходили регистрацию? Дополнительные, как бы, инвестиции сделать. То есть, хотите увеличить дополнительный доход, помимо основной работы, да? Ну, да. Да, могу вам сказать, Игорь, многие клиенты так делают, наши. То есть, они вот работают, и пора, и начну зарабатывать с нами. То есть, это как пассивный источник дохода, да, Тиман, целый рынок? Да. А вот скажите, Игорь, вы молодые, звучите сколько вам лет, если не секрет? 45. 45 лет, да, отлично. То есть, это как раз тот возраст, когда нужно получить какой-то новый опыт, да, согласитесь? Не знаю. Ну, сейчас, на сегодня, финансовый рынок, да. Хорошо, смотрите, Игорь, то есть, вы уже, да, успели развести семью, и жена, и детки, да? Ну, конечно. Отлично. Хорошо, смотрите, давайте раскроем наше предложение. То есть, мы раньше предлагаем нашим клиентам автоматическую систему торговли, да, то есть, что это такое? Да, на сегодняшний день, это один из самых продвинутых методов автотрейдинга. Говоря простыми словами, вам не нужно будет торговать самосред, то есть, у вас будет условно установлено приложение на компьютер или на ваш смартфон, да? То есть, уже будет анализировать финансовый рынок, да? То есть, будет буквально в смысле ловить активы, да, в которые сейчас стоит заинвестировать. То есть, будет скрывать какие-то позиции, продавать. Понимаете, да? Ну, да. Закрывать документ, говорить, что берутся максимальную цену. То есть, вы зарабатываете на разницу между ценой покупки и продажи. Ну, вот условно, какой-то стройматериал, да? То есть, вы купили, не знаю, там, документ, условно, за 20, а продали за 40. Вот разница. Это и ваш доход, соответственно. Да. Смотрите, то есть, у вас всегда будет связи вашей персоналитики на националитике, то есть, все это такое. Он поможет вам установить данное приложение на вашу гаджет. То есть, смартфон компьютер, их уже будет связи за тем, чтобы вы получали как можно больше доход, да? Чтобы вы не были один. То есть, он будет вам помогать. 24 на 7, да? Да. То есть, вы, в общем, заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с нашими клиентами. То есть, понимаете, да? Ну, конечно. Ну, вот. Смотрите, вы у нас проходили регистрацию, да. На вашу имя и фамилию был создан торговый счет. Потом как раз необходим для доступа на финансовый рынок. То есть, это все-то отображаются ваши собственные средства. Вы уже проверяете по ним доходы и выводите на вашу банковский счет. Игорь, а вы какими банковы вообще пользуетесь? Яд, Ситаделлы. Ситадельбанк, да? То есть, есть приложение, да? Давайте проверяйте баланс счета. Ну, да, конечно. Смотрите, то есть, психически, я думаю, что вы активировали ваш торговый счет в нашей компании. Да, составляет все 250 долларов или 250 евро. Да. То есть, эту сумму вы пополняете, ваш торговый счет. Да, и уже после активации, то есть, данное приложение, которое будет у вас установлено, будет уже одна сработать и вы будете зарабатывать деньги, да? Да. И вот таким вот образом деньги начинают на вас работать. То есть, в третьем, в статистике наши клиенты выходят на доход от 800 до 1000 евро, от суммы технического минимума. То есть, у вас все устраивает, да, такой доход за первый месяц работать с нами? Да. Да, отлично. Смотрите, вы выводите прибыли регулярно, если вы нуждаетесь в этом, на любой из наших банков. Например, вот этот день, да? Да. А уже остальное со временем торговли. То есть, вам все понятно, да? Да. То есть, вы сами распоряжаетесь своими финансами, то есть, как вам вздумается, да? Смотрите, то есть, я так правильно понимаю, вы значите сумму технического минимума, да? Ну да. Или чего-то большего? Можно больше. Хорошо. Расскажу о способах активации. Есть самостоятельный и финансовый департамент. То есть, вы, насколько я понимаю, заинтересованы, да? Создручите с нашей компанией, то есть, вы цените свои деньги. Есть финансовый департамент. Если выбирают, то как это работает? Мы отправляем запрос в ваш тестель-банк, то есть, данный банк анализирует нашу компанию, и мы уже приступаем к работе. Это более быстрый и безопасный способ сравнению с самостоятельным. Вы выбираете финансовый департамент, да, с вами? Да. Хорошо. То есть, вы будете активировать ваш торговый счет непосредственно с СССР банка, да? Ну да. Хорошо. То есть, скажите мне ваше полное имя и фамилию на вашей карте. Все. А почему тут карта? Что? При чем тут карта? Еще раз. Карта тут при чем? Ну, полное имя на карте, как записано, где вы будете. получать ваши деньги на СССР банк. А зачем вам данные карточки? Ваш СССР банк, Игорь. Данные карточки вам зачем? Нет, ваше фамилия и имя. Ну. Игорь с Андреевым. Мы же делаем запрос. С нашей стороны мы отправляем финансовый департамент. Вы же выбрали этот способ активации, Игорь. Ну. Ну вот, итак, скажите мне ваше полное имя, как заказано на вашей карте. Ну, Игорь с Андреевым. То есть, так же, как и вы указали при регистрации, да? Блин, ну конечно, а как иначе? Ну, люди не всегда указывают эти данные, поэтому я зададу этот вопрос. Странные люди тогда. Ну, да. То есть, а вообще, до какого года действительно эта карта? Месяц и год? Зачем вам данные моей карточки, я никак не могу понять. Я сказал, что мы отправляем запрос финансовый департамент. Информация, которая написана на карточке, она секретная. Срок и месяц на карте? Да, полностью все секретно. А кто вам такое сказал? Банк мой. А что можно по секретному в тех данных, которые визуально могут видеть другие люди? Другие люди не могут видеть их. Могут, если вы в реверсона расплачиваете, если в магазине. Если я расплачиваюсь в магазине, я карточку вставляю. Сверху ничего не написано. Невозможно видеть. Наша фамилия, там данные карты. Не написано сверху ничего. Все написано снизу карточки. Нет, там же с двух сторон написано, Игорь. Вы что, совсем что ли? Хорошо, тогда мы выбираем самостоятельный способ активации. Вам не нужно говорить никакие мои данные. Вы все будете сами делать. Я вам вышлю. А где ваша фирма зарегистрирована? В какой стране? Что еще раз? Где ваша фирма зарегистрирована? В какой стране? В серпеции на Швейцарии, да. Швейцария? В особо в Сженеве, да. Швейцария не страна, не Евросоюз. А при чем без этого? Ну потому что, значит, вы не имеете права указывать брокерские услуги гражданам Европейского Союза. Не, мы же в Дорогой Компании работаем со всеми странами. Так у вас нету лицензии брокерской, европейской. Смотрите, то есть после активации вашего торгового счета, непосредственно вы все документы подпишите. Не, я хочу сначала ознакомиться с документами. Вы еще не стали нашим клиентом в компании, поэтому вы не сможете сейчас познакомиться с данными документами. Да вы что? Да, вы же когда на банк идете, вам же не дают никакие документы, пока вы не станете клиентом данной компании? Что за бред? Как это не дают? Конечно, дают. Вы же еще не стали клиентом. И что? Я вам сказал, какая последовательность действий. Если с тобой за активацию, вам будет выше пакет документов, вы подпишите. Слушайте, давайте сделаем так. Вы, короче, мне сейчас переведете 1000 евро, да? А после я вам скажу, куда эти деньги пойдут. Устраивает такой вариант? Почему? Нет. Ну а почему? Ну так вы мне сейчас то же самое предлагаете. Вы же мне сейчас то же самое предлагаете. Что предлагаю? Ну типа переведите деньги, а потом вы узнаете, куда они ушли. Игорь, вы меня не так поняли. Нет, я вас нормально понял. Я хочу ознакомиться с вашей лицензией. Тогда вы все поймете. Ну я хочу ознакомиться с вашей лицензией. Замечательно. Я хочу ознакомиться с регистрационным номером компании. Понимаете? А еще что надо? Как что? Ну много чего надо. Я много чего буду делать. А тоже когда банки идете, вам говорят сразу лицензию банка. И когда в магазин идете, тоже вам говорят лицензию магазина на все продукты, да? Для особо одаренных лицензия в магазине висит при входе, как и ПВД. Ветеринарная вот это вот. Это все при входе. Куда ты, блядина? Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, меня зовут. Подскажите, свободно я сейчас? Да. Супер. Проходили у нас регистрацию, оставляли данные. Общались с менеджерами на тему сотрудничества? Помните это? Где? По инвестиционному проекту GreenToon. Не помню так. Почему еще не работаем с вами? Не знаю. Чтобы событий крупных пропустили уже, Игорь. Какие? В период квартальной отчетности. Много процентов пропустили. Столько денег могли заработать. Поэтому и набираю вас, чтобы больше такого не было. Понятно. Игорь, когда вы будете свободны, чтобы вы могли это все рассмотреть и начать работать? Сейчас я свободен. Супер. Давайте тогда вспомним. Вы по условиям помните или лучше заново с вами все обсудить? А что же с условиями там? Ну, какой-то... Ну, для работы. Ну, да. Хорошо. Игорь, а вы мне напомните, вам лет сколько? 45. 45 лет. А опыт в инвестициях был у вас? Нет, не был. Не было. Посмотрите, вы прошли регистрацию у нас на проекте. И в какой-то момент вы где-то пропали. То есть, не начали работать, пропустили много событий. Мы занимаемся тем, что заработаем на разной цене. Вообще, что такое инвестиции, вы знаете? Ну, может быть, хотя бы сталкивались. Ну, да, да. Акции, типа, покупаешь, получаешь прибыль с акций. Ну, да. Если покупать правильные активы, они растут в стоимости, вы на этом зарабатываете. Супер. Вы, когда проходили регистрацию, вы для себя сумму для инвестиций рассматривали какую-то? 500 евро. Сколько вы хотели бы зарабатывать? 500 евро где-то рассматривал. 500 евро. Так. Хорошо. Как вы думаете, Игорь, 500 евро это много для инвестиций или мало? Мало. Это мало. Но начинать нужно с чего-то, правильно? То есть, ну, не инвестировать за тысячу сразу. Ну, да, наверное. Ну, вот. Игорь, а вы мне подскажите, вы в Латвии находитесь, работаете там? Ну, конечно. Официально работаете? Ну, да. А с какой сферы вы к нам обратились? Чем занимаетесь? Работаю. Кем работаете? Ну, я думаю, это не имеет отношения. Ну, я хотел бы навести вам пример, как вы зарабатываете на вашей работе. Так было бы более дознанцем. Не сможете. Кем вы работаете? Не сможете. Почему вы так считаете? Ну, потому что я уверен. А давайте это проверим, Игорь? Не стоит. Ну, как мы можем с вами тогда сотрудничать, если вы даже на простой вопрос не можете ответить? Ну, потому что это не имеет отношения к инвестициям. Замечательно. Давайте тогда о деньгах говорить, Игорь. Сколько зарабатываете? Полторы. Полторы тысячи? Это стабильно? Ну, да. Или это максимум, или это минимум? Нет, это стабильно. Полторы тысячи. Замечательно. А на последнем месте у вас в должности вы как давно работаете? Да много уже. Долго. Ну, это может быть год или 10 лет, но это стабильно. Больше 10. Больше 10 лет. Замечательно. А почему к нам-то обратились? Что вас не устраивает? Зарплаты не хватает? Все, меня устраивает. Ну, вы ищете для себя доход? Для чего? Больше как развлечения. Развлечения? Ну, да. Я вот делаю ставки на спорт еще. Давно ставки делаете? Да. Как успехи обычно? Замечательно. Какой самый большой процент забирали? По 100 евро в день где-то. По 100 евро в день. Замечательно. Хорошо, Игорь. Смотрите. Хочу понимать, вы на территории Латвии легально находитесь? Какое у вас гражданство? Латвийское. Гражданин Латвии вы. Отлично. Каким банком пользуетесь? Цитаделла. Цитаделла. Вы ранее с инвестиционными проектами сталкивались когда-то? Ну, только банковскими. Только с банковскими инвестициями. Понял. Ну, да. А Цитадель, ваш Цитадель, формат карты какой? Виза, мастер-карт? Виза. Виза. Вам было бы комфортно работать с этой картой? Я имею в виду, активировать торговую счету и на нее же обналичивать свои деньги? Ну, да. Хорошо. Игорь, вопросы есть какие-то на данный момент? Пока что нет. Хорошо. В каком городе проживаете? Да, Говпилс. Еще раз? Да, Говпилс. Так, хорошо. Работать мы с вами будем где-то 15 минут, 2-3 раза в неделю. По времени вам комфортно? Да. А вы можете сориентировать, Игорь, в какой вы хотя бы сфере работаете? Не должное, а какое-то направление. Без разницы, я же говорю. Нет, это имеет значение. Нет, нет, это без разницы, 100%. А почему вы это скрываете? Ну, потому что я не хочу говорить. Ну, вы стесняетесь своей работы? Нет, я не стесняюсь, я просто не хочу говорить. Ну, да. Отлично. Онлайн покупки совершали? Конечно. Замечательно. У вас что, Apple Pay, Google Pay или PayPal? Что? Alipay. Alipay. Отлично. Хорошо, Игорь, подскажите, куда написать вам могу? WhatsApp, Telegram, Viber, что имеете? WhatsApp имею Viber. Ваша карта с вами. Рядом онлайн-банк установлен, для того, чтобы вы могли подтвердить. В кошельке карта. В кошельке карта. Ну, если у вас не подсвечена онлайн-покупке, вам просто нужна она физически. Поэтому я уточняю, будет ли она у вас рядом? Зачем карта моя? Она вам нужна, для того, чтобы вы могли активировать свой счет? У меня нормально работает банковский счет. Не надо ничего активировать. Я про инвестиционный счет, там, где вы прошли регистрацию. Вот поэтому я вас и набрал. Вы ведь не работаете до сих пор? Не зарабатываете? Инвестиционный счет, да, деньги переводятся на счет компании. Нет, это на ваш торговый счет. Насчет компании вы оплачиваете уже комиссию от своей прибыли. Ну, а карточка мне для этого не нужна. А как вы хотите перевести деньги на свой баланс? По интернет-банкингу. По интернет-банкингу. Ну, если по ИБАН счету, то естественно. Только для этого вам документ нужно предоставить, чтобы вам реквизиты сделали на ваш счет. Какие документы? Мне не надо никакие документы. Ну, а как вы хотите по банку перевести? Ну, как вы хотите перевести? Ну, вот как. Вы предоставляете счет компании, куда переводятся деньги. Но вы переводите не на счет компании, а на свой баланс переводите. Я нигде не открывал счет. Вы когда прошли регистрацию, вы уже создали ячейку. Какую ячейку? Сегрегированную для торговли, чтобы вы могли покупать активы и заниматься торговлей. Какая еще сегрегированная ячейка? Не знаете, что это такое? Где она находится? В банке. В каком? А вы не читали? Нет. В каком банке она находится? Я вам дам эту информацию. Вы мне сначала скажите, мы работать будем. В каком банке она находится? Я хочу узнать. Узнаете. Что значит, узнаете? Вот я спрашиваю, в каком банке она находится. Узнаете. Ну, я вам что, финансовый департамент? Значит, переводите на финансовый департамент. Ну, информация. Да с вами не будет финансовый департамент говорить. Вы даже клиентом еще не являетесь. Ну и все, тогда до свидания. Так а зачем вы данные себе оставили, Игорь? Вы что, глупый что ли вообще человек? Вы зачем этим интересуетесь? А? Что, я деньги сейчас буду переводить неизвестно кому? Да вы никуда деньги не переводите, это во-первых. Да вы что? А зачем вам моя карточка банковская? Мне не нужна ваша карта. Как вы? Вы в интернете когда-то хоть что-то покупали? Конечно, покупал. Ну, и что вы делали? Ничего я не делал. Через интернет-банкинг. Через интернет-банкинг. Каким форматом это у вас происходило? Простым. Через ибан. Ну, через ибан. Ну, карточка для этого не нужна. Я могу вам предложить точно так же через Иван счет активировать свой торговый счет. Да. Если вы не хотите использовать карту. Конечно. А карта нужна для платежного терминала, где вы вводите реквизиты, вам приходят подтверждения. Не надо никакие платежные терминалы, уже все до вас уже придумано. Это давным-давно уже все придумано. Правильно. Это инвестиции, это ничего нового. За вас уже тут все давным-давно придумали. Без всяких платежных терминалов. Есть банковские приложения, через которые переводятся деньги. Замечательно. В любую страну мира. Еще есть криптовалюта. Точно так же вы можете с помощью ее активировать счет. Еще МММ когда-то было. Ну, когда-то это было, только это разная вещь. Ну, то же самое, что и криптовалюта. А почему вы МММ помянули? Потому что МММ это пирамида самая простая? Криптовалюта такая же пирамида. Нет. А почему вы так вот так вот? Ну, потому что да. Аргументы есть для вас, Игорь? Аргументы будут, когда она просто урухнет. Вот и все. Вот аргументы. Сколько сейчас биткоин стоит? Сколько сейчас биткоин стоит? 19, 20. Ну, вот. А сколько он стоил полгода обратно? 60? 50. Ну, и что? Ну. Так это, это же владельность актива. Игорь, он стоил 2 доллара, но сейчас он стоит 20. А по весне он будет стоить 10. Ну. 10. А потом летом будет опять... Нет, летом уже все. Летом он уже не поднимется. Вы знаете, каждый год люди говорят, что он только растет и растет. У вас биткоин есть? Вы на нем заработали? Зачем он мне? Я что, лог, что ли? Заработать. А что, только такие люди зарабатывают на этом, вы считаете? Да, пускай зарабатывают. Пока не прогорят. Ну, как МММ, я же говорю. Нет, ну, вы знаете, чем отличается пирамида? То есть, как работает принцип пирамиды? На чем он строится? Знаю, знаю. Замечательно знаю. Ну, расскажите. Вот объясните, на чем. Одни вкладывают, другие получают, следующие вкладывают, эти получают. Правильно. Да, то есть, чем больше люди вкладывают, тем больше зарабатывают. Но по итогу, в конце остаются у разбитого корыта. Правильно. Так же и биткоин. А в инвестициях это как работает, по-вашему? Причем тут инвестиции? Мы сейчас про бинткоин говорим. Биткоин точно так же работает. Он ничем не подкреплен. Он ничем не подкреплен, биткоин. Вообще ничем. Но это криптовалюта. Это всего лишь направление криптовалюты. Принадлежит... ...вам не нравится. Никто же не заставляет вообще... Васе Пупкину. Покупайте акции, получайте дивиденды, валютными парами занимайтесь. Сырьем те же самые, что сейчас с ценами на газ происходит, на золото и так далее. Я думаю о возможностях заработать. Газ, да, дорожает. ОПЕК молодцы, ребятки. Согласен. Так почему вы на этом не зарабатываете? Вы стали специалистом, покупали вовремя активы и получали в себе прибыль. Да. А вы в какой стране зарегистрированы? Великобритании. А вы не в стране ЕС, значит, у вас нет биржевой деятельности в ЕС разрешения? Ещё раз, что? Великобритания не страна Евросоюза считается. И что у нас есть лицензия, по которой мы работаем? У вас не может быть европейской лицензии. Я вам могу её предоставить. Откуда у вас может быть европейская лицензия, если вы не... Вы не доставили лицензию, вы с ним можете... Ну, у вас в Великобритании лицензия только. Что зарегистрировано и как вы работаете? Ну, так я спросил, где вы зарегистрированы? Вы мне сказали Великобритания. Значит, у вас лицензия может быть только Великобритании. Потому что европейская лицензия выдаётся только брокерским фирмам, которые зарегистрированы в Евросоюзе. Ну, вот я могу вам информацию предоставить, вы своими глазами почитаете, чем оно там отличается и поймёте, подходит вам это или нет. Да я уже понимаю, что не подходит, ну, если вы не зарегистрированы в Евросоюзе. А тогда как мы работаем с клиентами по Евросоюзу? Значит, наёбываете. А других вариантов нет у вас, Игорь? Есть ещё. Какие? Быстрее всего, что хотите в Соловки поехать. Куда? В Соловки. Это где? А потом загуглите. А к чему? А почём сейчас Мивина? Кто? Мивина. Я-то откуда знаю, Игорь? Как это откуда? А вы что, не покупаете Мивину? А где я её могу купить? В стране у себя. Где у себя? Ну, в стране у себя. У вас же Мивину. Или всё, не работает больше завод Мивины? Нет, у нас доширак. Какого у вас доширака у вас Мивина? Мивина в Украине есть. Ну, правильно, вы же в Украине есть. Ну, правильно. Нет. Да? Как это нет? Такие глупые мысли. Это не глупые мысли. Я же слышу. Понимаете, вот хохляцкий говор, его ни с чем не спутаешь. Игорь, сколько вам лет? У вас, может быть, проблемы со слухом? Просто ни с чем. Вот. И, кстати, могу поздравить вас с праздником. Ну, правда, прошедшим уже. С каким? Ну, как? С каким? С новой Украиной. Украина 2.0, скажем так. Без Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области. Не знаю, не слежу за этими. Вот хохлик он. А слышал, да, сейчас Илон Маск вам нахуй интернет отключит ещё. Ха, прикольно. Вообще, ты, короче, ну, можно так сказать, последние дни на Мивину зарабатываешь. Вот, я не понимаю, вы себе что-то внушили и думаете, это так? Вот сами себя развлекаете? Нет. Зрители. Зрители развлекаю. Вы веселитесь. Какие-то вещи говорите, которые даже не соответствуют фактам. Какие? То, что Илон Маск вам интернет отключит? Соответствует фактам. Хохляндии. Так при чем здесь я, в Украине? Как при чем? Дурачок вообще глупый. Игорь, вот вы не знаете меня и сравниваете? Ну, так я вижу твой IP-адрес. Какой IP-адрес? Ты мне звонишь. Назовите его. Да, сейчас. Ага, разбежался. Вы видите, вы не знаете ничего, думаете, что самые умные. Так я вижу твой IP-адрес, дурик. Поверьте, я знаю таких людей, которые делают, абсолютно не в чуму. Ну, короче, я понял. Только вот так. Суббота. Суббота. Пол третьего. Суббота пол третьего. И он жрать хочет, бедненький. Его не покормили, беднягу. Ой, ты мой нищебродик. Про тебя нищебродика. Слушай, а почему ты иродливый? А знаешь, почему ты иродливый? Игорь, а чего вы так вот говорили? Иродливый. Вы так в начале разговора еле голос тянули. Ну, все, мне уже надоело просто. Ты уже неинтересный, понимаешь? Иродливый. Тебя царь сослал на окраину, понимаешь? Поэтому ты иродливый, ущербный. Ну, что ты? Да, конечно ты. Короче, слушай, дракон семимесячный. Э, дракон семимесячный. Ничего полезного. Дракон семимесячный. Заткни свой хобот. Зашнуруй его. Зашнуруй свой хобот, э. Утырок. Утырок. Конечно. Да, да, да. Слышь, придурок. Ты в субботу звонишь, потому что ты жрать хочешь. Нищеброд ты поганый. Абсолютно ничего не знаешь. Кушанькать хочешь, да? Люди могут работать. Иди пососи у своего этого хохленка рядом. У вас там однополые браки разрешены. Можешь соснуть белка чистого покушать. Они могут работать. Или вы не знаете этого. Вот, педор, бля. У вас там ходит только 5-2 стабильно. О, дебил. Работать он хохол тупоголовый, да? Ну, чё ты, хохленок. Э, э, да, 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 да. А ты в субботу херачишь, придурок, э. В субботу звонишь, потому что кушать хочешь. Жрать хочешь, пёс ты. Поедешь сегодня на электричке до дома. А, может, и пешком пойдёшь. Эх, чё ты зеваешь, уёбок? Даже не выспался, да? Тебе спать не дают, да? Урода. Урод. Э, ущербный. Да, 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 да. Ущербный. Э, убогий. Убогий. Ты знаешь, почему ты убогим родился? Ага. Почему у вас так недоразвитого? Ты знаешь, почему ты убогим родился? Потому что при царе всех иродливых ссылали на окраину. Поэтому ты убогий. О, отдай эту подругу, которая там подруга рядом с тобой. Или это муж твой? Э, придурок. Это ты на бутылочке скоро сидеть будешь. Э, придурок. Иродливый. Короче, слушай. Да что вы, слушайте. Хуй сосал, селёдки воняло? Да хоть бы полезное что-то сказали. Ну, придурок, давай, отвечай на вопрос. Хуй сосал, селёдки воняло? А кто вам ещё сделает? Или ответит? Что тебе ещё сделает? А что ты хочешь, чтобы тебе сделали? Пёс. Что вы такое, чтобы я вам отвечал на вопрос? Ну как, ты чёрт по жизни просто, чёрт, чёрт. По жизни ты чёрт, который убогий, хочет кушать, звонит в Европу. Дайте денежек, я жрать хочу, кушанькать хочу. Тебе Европы не видать, как своих ушей, пёс. Понимаешь? Потому что иродливых сюда не пускают, в Европу. А как вы там оказались? Пёс, я гражданин этой страны. Ха-ха. Чё ты ржёшь, иродливый? Неодекватный человек просто, понимаете? Потому что хохлу дал на клык, да? Взял в рот? Не знаю, чем вы там... Ну ты в рот взял же, взял. Конкретно сейчас захлебнул так. Опа. Вы такой бред несёте. Да ты не стесняйся. Ты понимаешь, тебе даже стыдно признаться, что ты хохол, понимаешь? Просто тебе стыдно. Ха-ха. Просто стыдно, понимаешь? Ты до чего убогое существо, что тебе стыдно признаться, что ты хохол, понимаешь? Ты говоришь, что ты русский. Ты хохол, которому ему стыдно признаться, что он хохол. Просто, блядь, это просто отпах. Ты понимаешь, до чего ты зашмарканный, а? Просто убогое существо. Ну ты вообще никому не нужен на этой земле. Тогда иди нахуй, если тебе нету времени. Иди нахуй. Черт, иди нахуй. Черт, иди нахуй. Алло. Игорь, приветствуйте. Меня Роман зовут, компания ФТО Представляр. Какая компания? ФТО, вы у нас просто пару месяцев назад оставляли регистрацию, интересовались доходом дополнительным. Хотел узнать, актуально ли она еще, потому что вот вижу, никто с вами так и не связался по этому вопросу. А только что вы мне звонили? Я не успел поднять. Нет, я сегодня первый раз. А, понятно. Ясно. Да, актуально. Отлично. Вы сейчас свободны, есть у вас время доступ к интернету, чтобы я мог, ну, не только рассказывать, а и показать. Наверное, есть доступ к интернету, я не знаю. Ну, с телефона, компьютера, неважно. Главное, чтобы вам удобно было. Да. Да, конечно, работает. Ну, отлично. Ну, отлично. Так просто будет удобнее, я вам смогу отправить, вот, как и ознакомительное письмо, для того, чтобы вы могли на сайт перейти. И, в целом, у вас останутся и мои контактные данные. А подскажите, вот, вы для себя искали какой-то дополнительный заход на данный момент или основной? Конечно, дополнительный. Дополнительный. Просто если рассматривать как дополнительный, нужно будет тратить, ну, там, 10-15 минут времени, 2-3 раза в неделю. Вы в целом таким временем располагаете? Ну, да. Ну, может быть, не каждую неделю, но так вообще-то располагаю. Ну, главное, чтобы хотя бы какая-то возможность была. Ну, да. А вообще, в принципе, вот, сталкивались с такими направлениями, как работа на финансовых рынках, может быть, биржа, трейдинг, что-то подобное слышали? Ну, я слышал, да, так, поверхностно, скажем. Просто консультировались когда-то или, ну, никогда не пробовали, да? Нет, не пробовал. Окей. Тогда давайте знакомиться. Мы, как компания, работаем на рынке достаточно давно, как раз-таки в этом направлении. То есть, как устроена поверхностная держа? Вы понимаете, что, ну, грубо говоря, купил актив дешевле, продал дороже, на разнице заработал? Вот и вся система, ну, как обычная стекулятивная торговля. Ну, основная фишка конкретно работы с нами в том, что вы работаете не сами. С вами работает живой специалист, финансовый аналитик. Задача такого человека вам подсказать, помочь, обучить, если это нужно. По-простому делать так, чтобы вы здесь зарабатывали. А взамен с этого мы, как компания, получаем небольшой процент комиссии уже из суммы вашего дохода. То есть, работа на взаимовыгодных отношениях. Вы заработали, мы с этого вот двух до пяти процентов комиссии получили. Да-да. Так много понятий. Да. Как это происходит. Отлично. Предлагаю сейчас воспользоваться электронной почтой. Я вам отправил... Слушайте, а можно вот имя, фамилия специалиста, чтобы там узнать вообще, как давно он работает, какие отзывы о нем? Конкретно моя, Роман... Не-не-не, не ваше, не ваше, нет, специалисты я имею в виду, ну вот консультанты этого, ну, чтобы посмотреть отзывы о нем. Аналитика? Ну, ну, да, наверное, да. Я не думаю, что вы найдете какие-то отзывы, вот просто вот так вот, ну, если вбить в интернет, чисто даже потому что... Почему? Можете о компании почитать. Не, ну, компания это компания, понимаете, а вот о человеке вот почитать, ну, как... Вот сколько он удачных сделок, например, провел там или еще что-то? Я могу общую статистику, конечно, подогнать, ну, то есть рассказать, показать. Общее, это немножко не то общее. Вот конкретно вот кто будет со мной, скажем так, работать, это совсем другое дело. Потому что, ну, один человек, может быть, хорошо работает, там, два еще хорошо, а четвертый херово. И он как раз попадется мне, как бы мне от общей статистики будет не очень жарко. Мы с такими людьми не работаем по одной простой причине, что такие люди нам не нужны. Мы с ними теряем свои деньги, вы понимаете, что если человек работает плохо, вот с вами, мы свою комиссию не получаем. Зачем нам такой человек? Ну, понятно. Ну, это просто вот, ну, как есть, честно говорю. Ясно. Как-то так. Какие-то еще, может, есть такие вопросы? Пока что нету, нету, пока что нету. Супер. Письмо получили, проверили электронный ящик? Сейчас, сейчас, сейчас зайду. Оно называется ознакомительное, и там Роман Авдеев, моя почта. Да, да, вот, есть. Есть письмо. Перейти на сайт, да, типа, надо? Или что? Да, можете просто, да, нажав на эту кнопку, вы просто попадаете на сайт. А я вам уже дам доступ к личному кабинету. Чтобы вы могли внутри это все дело посмотреть, ознакомиться. Да, перешел вот. Да, ну, то есть, первое, что вы там видите, это общая информация о том, кто мы, какие услуги предоставляем. Для того, чтобы впасть в личный кабинет, у вас вправо вверху должна быть кнопка вход или красный маленький человечек, видите? Сейчас, да. Нажмите на этого человечка. Нажал. И вас запросит. Да, email, да, да. Email пишите свой, а пароль я вам тестовый, одноразовый продиктую. Внутри вы сами поменяете его на свой. Написал email. А пароль на английском языке будет? Да. А большая? Да. А маленькая? Да. И цифрами от одного до шести. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все, вошел. Первое, то, что вы там в целом видите, это номер торгового счета. Пять цифр. Угу. Нужно отобразиться. Ну и просто информация о вашей учетной записи. Да. Вот этот пароль, который я диктовал, можете не сохранять. Его можно изменить через кнопку профи. Там есть меню настройки. Я в целом советую каждому клиенту сразу начинать с этого, чтобы доступ к данному личному кабинету был только у вас. Угу. В целом интуитивно все понятно, то есть вот торговый терминал это то место, где открываются сделки. Слева, кстати, подскажите, у вас с телефона или как твитера? С телефона. С телефона. С телефона. Да, чтобы найти общее меню, слева вверху три черточки черные у вас есть. Куда он вылетел? Куда-то. Слева вверху три черные черточки. Оно как минимум такое небольшое. Да, да, да. Выберите профиль. Угу. Выбрал. Там тут личные данные. Да. Для работы в целом вот эту небольшую анкету стоит актуализировать. Посмотрите, все ли правильно указано. Если нет, то поменяйте на правильные данные. И пароль меняется чуточку ниже. Там есть вкладка настройки. Ага. Изменить пароль. Изменить пароль, да. Что не пароль? Блять. А я так понимаю, достаточно давно подобными вещами интересуетесь, но все никак? Ну, нет, не так, чтобы давно. Да, все. Все, поменял. Пароль, да. Запишите его, сохраните. Ну, да. Не потерять. Да. Данный сайт тоже можете себе в закладку сохранить или же добавить на главный экран. Ну, как вам удобно в целом, чтобы его тоже не потерять. Или же у вас остается, ну, через мое письмо, кнопка «Перейти на сайт». В целом, так как работа с денежными средствами, у нас тоже есть обязательно процедура верификации. Что это такое, знаете, сталкивались когда-то? Нет. Или стоит рассказать? Никогда с верификацией не сталкивались? Нет. Рификация – это процедура подтверждения личности. То есть для работы вам понадобится документ европейского образца, скажем, это может быть как ID-карта, паспорт, водительское удостоверение может подойти. И точно так же для удобства вам понадобится карта платежных систем виза или мастер-карт. То есть чтобы вы могли без проблем снимать на эту карту денежные средства через меню «Вывод», я вам это покажу. А где вы находитесь? Конкретно мы, как компания, находимся в Британии. У нас британская компания. Мы работаем с русскоязычным населением по всему миру. А в Европе где вы находитесь? В Британии. В Великобритании. В Великобритании – это не Европа. Почему же это не Европа? Смешного мало. Потому что как бы они вышли. Они вышли, да. Да, это не часть Европейского Союза. С этим я согласен. Но географически это… Географически тоже это не Европа. Ну, это остров. Ну, если даже брать географически. Хорошо, хорошо. Мы берем тогда остров Испанский, Малерка. Это Европа или нет? Ну, если вот так вот логически рассуждать. Малерка – это Испания. Испания – это Европа и Евросоюз. В Великобритания не является Испанией. И не находится. Это понятно. Это понятно. То есть остров Испанский, он считается Европой. Ну, конечно. Остров Британия – это уже не Европа, да? Правильно, потому что это не Европа. Ну, потому что это Британия. Великая Британия. Соединенное Королевство, да. Да. Я не о том. Я о географии. Я о географии. А как вы можете предоставлять свои услуги в Евросоюзе, если у вас нет лицензии Европейского Союза на брокерскую деятельность? А с чего вы это взяли? Ну, так как у вас фирма не зарегистрирована в Евросоюзе, значит, у вас не может быть лицензии брокерской Евросоюза. На каком основании вам могли выдать европейскую лицензию, если вы не зарегистрированы в Европе? Вы можете проверить. Я же вам не запрещаю это сделать. Где я могу это проверить? В самом низу у вас есть кнопочка «Документы». Обратите внимание. В самом низу там есть написано такое уведомление «Торговая марка Форекс Крейдинг Онлайн принадлежит». Там указано, кому она принадлежит, регистрационный номер, который тоже можно проверить. Но регистрационный номер-то у вас в Великобритании, это понятно. Ну, если вы в Великобритании. Куда он? Волны, я не об этом. Куда? Вас конкретно что интересует? Меня интересует конкретно лицензия Европейского Союза на брокерские услуги. Конкретно. Вы сами не спускаетесь. Там в Великобритании написано «Документы», «Документы». Не вижу, что тут было. Тут написано «Полисовское соглашение, политика, политика конфиденциальности, политика защиты, политика возврата, уведомления о рисках». А вот где документы, я не вижу. Это вы уже из личного кабинета вышли? Да, конечно. Ну как, я на главной странице сейчас. Документы у вас в личном кабинете. Ага. Очень интересно как-то. Пользовательская политика, политика, политика защиты. Нет, честно, Игорь. А вот, ну вот я зашел в документы, я зашел в документы, а где вот тут вот, ну, в каких документах тут будет европейское выстреление на торговлю? Там можно, там есть кнопка скачать, и в ПТС формате у вас открывается. Каких документах? Ну вот тут документы написано. «Пользовательское соглашение, политика АМЛКИЦ, политика конфиденциальности, политика защиты отрицательного баланса, политика возврата, уведомления о рисках». А где, в каких? «Давайте я вам на электронную почту отправлю, чтобы вы не искали, потому что вы не там ищите». «А ну в личном кабинете, вначале можно обратно зайти». «Ну так я в личном кабинете». «Вы на лицевой странице сайта смотрите». «На какой лицевой странице?» «Ну что мы вначале видели?» «Нет, я сейчас вот именно в личном кабинете». «Нажал на документы, у меня вот сверху горит черная надпись. Документы, потом сразу табличка большая, красная. Пользовательское соглашение, вот потом чуть бордовый идет, политика вот АМЛ». «Да, все правильно». «Ну да». «Там еще вот в ВКонтакте, да, все правильно. Это не личный кабинет, это лицевая страница сайта». «У вас вправо вверху для входа есть красный человечек». «Ну есть». «Да». «Если на него нажать, ввести email и пароль, который вы поменяли, вы вернетесь обратно в личный кабинет». «И там уже будут документы, те, о которых я вам пытаюсь ответить». «Вы случайно или не случайно просто нас обнажали и вернулись на лицевую страницу». «Да, это то, из чего мы начинали». «Ну, я не хочу с вами спорить, честно. Я не вижу в этом смысла просто. Никакого». «Ну, он не прогружает, сейчас я на человечка жму, у меня просто кружок идет красным разводом посреди экрана». «Попробуйте обновить, может быть, страничку не знаю. Это от интернета зависит». «Ну да, когда говоришь по телефону, интернет плохой, только хэ». «Да». «Плюс только». «Ван Игорь, вы можете с этим страницом ознакомиться? У вас есть мои контактные данные?» «Да». «Ознакомились? Появились вопросы? Связались? Или я вас наберу через какое-то время?» «Я вот на этот телефон, да, могу позвонить?» «Да». «Можете, спокойно. Я увижу вызов, мне помощник тогда следует с вами в разговоре и перенаберу вас». «Понятно». «Хорошо». «Предоордобного будет?» «Да». «Все, договорились. Или на почту можете написать». «Ну, я лучше позвоню, чем мне писать. Мне проще позвонить быстрее». «Нет, нет, просто. Мы договорились». «Да». «Да». «Да, до связи». «Да, до связи». «Давік». «Давından».